Всем привет! С вами Олеся Селезнёва. До недавнего времени я строила бизнес компании Mary Kay. И в связи с этим сейчас возникает очень много ко мне вопросов. И, наверное, назрел тот момент, когда я просто устаю отвечать в личные сообщения, на личные звонки. И хотела бы сейчас с тобой поговорить на чистоту, на откровенность, как подруга с подругой. Начну с того, что меня стали осуждать девчонки. Ну и, возможно, и мальчишки, которые смотрят это видео. Но какой момент? Действительно, есть перебежчики из компании в компанию, которые ищут какого-то лёгкого быстрого дохода. Я считаю, что это люди, которые ищут халявы, скажем так. Действительно, это имеет место быть. Но есть люди, которые умеют своевременно быстро понять ситуацию в компании, не быть там приверженством какого-то лозунга, да, что сила в отношениях, нельзя предавать компанию, с которой ты однажды начал сотрудничать. Давайте будем прямолинейны и чисты, прежде всего, перед самим собой. Основной момент, за которыми приходят люди в сетевую компанию, это деньги. И именно поэтому, ведя за собой людей и давая им обещание, что через год мы здесь с тобой заработаем, приходится уметь быстро и чётко анализировать ситуацию. Ведь когда через год ваши люди скажут вам, а где то, о чём ты мне обещала, как вы будете себя чувствовать? Да, сейчас есть многие лидеры в компании Mary Kay, которые заняли своё время, свой рынок определённое время тому назад, да. И сейчас они просто защищают свои позиции. И это правильно я могу их понять, потому что, возможно, придя 15 лет назад в компанию, я бы сейчас точно так же себя вела. Но есть люди, которые приходят, допустим, в компанию Mary Kay, не хочется называть конкретных компаний, но, коль уж речь пошла об этом, да, допустим, за признанием. И я считаю, на сегодняшний день нет лучшей компании, в которой женщина может получить это признание. Если вы хотите научиться быть красивой, любить себя, получить порцию признаний, которой не хватает на основной работы, лучшая компания, лучший продукт. Я сама пользуюсь, пользовалась ещё лет 50, наверное, буду пользоваться косметикой Mary Kay, потому что, ну, это действительно классный продукт. Но не на любом продукте, на котором мы пользуемся, можно зарабатывать деньги. Есть люди, которые приходят в Mary Kay уже с основным доходом, есть, да, определённый источник финансового благополучия, опять же, не хватает, ну, какой-то роскоши, шика, признания. И это, опять же, выход из сложившейся ситуации. Это прекрасная компания. Но есть люди, которые приходят сюда за деньгами. Такой была я. И я могу сказать, как, ну, не знаю, работают ли многие лидеры сейчас, да, в таком темпе, в таком режиме, в авральном, как работала я. И я понимаю, что сколько сил мне нужно вложить ещё, чтобы приблизиться, допустим, к доходу там 100 тысяч. И я вижу, что сейчас происходит в компании Armel, с которой я сотрудничаю. И вот если мы говорим о деньгах, тогда давайте говорить о фактах, которые присутствуют на рынках. Потому что заведомо обещая горы, обещая машины, дома, яхты и отдых, мы заведомо с вами обманываем людей. Но давайте называть это своими именами. И многие мне говорят, почему ты решила, что в компании Mary Kay сейчас спад? Во-первых, спад сейчас не только в компании Mary Kay. Во многих сетевых компаниях-гигантах, таких как Amway, Mary Kay, Ariflame, Avon, это бесспорно мировые компании, но сейчас у них идёт спад. Эти компании входят в ассоциацию прямых продаж. Не поленитесь, загляните в интернет, посмотрите на цифры. Кроме того, люди, которые анализируют, я отношусь к таким людям, я уже давно поняла, что спад есть по тому количеству новых лидеров, которые появляются в компании, национальных лидерах. Да, единицы есть, а какой спад? А то, что произошло уже просто затаривание продуктом, и что люди начинают сбагривать свой товар с 60-процентными скидками. И у меня есть такие случаи, когда реально мне звонят клиенты, ещё и хвастаются. А знаешь, ты мне предложила за тысячу, а я купила за 300 рублей. Здоровский бизнес, правда? Но сейчас, честно скажи, есть же такой момент. И о каком бизнесе тогда можно говорить? А люди почему так делают? Потому что склад большой, а сроки подходят, и хочется вернуть деньги, которые вложил. Я знаю, что это такое, потому что я тоже вкладывала в склад. Это, безусловно, надо, когда мы говорим о профессионализме, об обслуживании клиентов, о сервисе. И можно этот список ещё продолжать. Просто, девчонки, есть инструмент, который приведёт людей действительно к результату. Есть антикризисное предложение на рынке. Безусловно, не бывает стопроцентной идеальной компании для всех, я с этим соглашусь. Но в основном приходят за кем? Не на компанию, не на продукт, а на лидера. И если люди бегут от вас, подумайте, а может быть вы не такой сильный лидер? Почему вы стремитесь удалить из друзей человека, защищая себя тем самым в ситуации сегодня? Я знаю, что есть люди, которые могут повести за собой в любой ситуации. В кризисной, не в кризисной, в одной компании, в другой. Есть масса примеров, масса сетевиков, у которых, допустим, я учусь. Да, мы не сотрудничали в какой-то конкретной компании, но люди открыты для общения. Они обучают чему-то полезному. И глупо с их стороны говорить. Ты сегодня не в моей компании, и поэтому я с тобой общаться не буду. До свидания, я удаляю тебя из друзей. Это подход ненастоящего сетевика, ненастоящего лидера. Это подход человека, который фанат компании. Да, это может быть хорошо, но я лучше буду фанатом своему мужу, своим детям. А компания – это всего лишь инструмент для зарабатывания денег. В компанию Mary Kay я пришла осознанно, с чётким пониманием того, что я хочу и что мне нужно делать. Работала я очень много, эффективно, да, сделала за 4 месяца лидерскую программу. Я имела в структуре порядка 40 человек, приглашенных лично за год. А теперь, анализируя, что произошло за 3,5 недели работы в компании Armel, у меня в структуре уже 35 человек, 23 человека я пригласила лично. Моя комиссия гораздо больше, чем я получала, будучи в статусе лидера, да, бизнес-группы. Бизнес очень быстро дублируется, потому что есть лёгкий продукт, который пользуется спросом на рынке. За месяц октябрь я заработала 21 тысячу. В компании Mary Kay мне нужно было сделать статус, да, лидера бизнес-группы, чтобы начать получать от 20 тысяч. Кроме того, когда я была лидером бизнес-группы в моей структуре, люди практически не зарабатывали. Если они зарабатывали, это были деньги с продаж, да, единичных. Очень долго люди думают, чтобы начать обучаться, чтобы стать профессионалом и, наконец-таки, начать проводить классы. Сейчас уже за полторы-две недели в моей структуре люди начали зарабатывать. 10 человек, которые закрыли уже первые квалификации. Причём, работая в Mary Kay, я также развивалась через интернет, но партнёры у меня были только в моём городе. А сейчас же подо мной порядка 15 городов, структуры, да, начали расти, в том числе в разных странах. Это и Белоруссия, и Казахстан. У меня есть опыт и знание, как быстро построить сеть. А это главное условие для быстрого развития бизнеса, потому что можно очень долго продавать. И, кстати, по маркетингу компании Mary Kay это очень необходимо делать, да, бизнес застроен на продажи личные. Все наши звёзды – это только личные продажи. А на деле, получается, делая эти программы, очень многие, ну, просто выкупают эти статусы, да. Хотя это неправильно, многие потом понимают, что это ошибка, но этот факт имеет место быть, и об этом мне сейчас очень-очень много людей рассказывает. Бизнес только тогда стабилен, когда это достигается не путём выкупа, а именно построением стабильной, чёткой структуры. И я это делать умею. Поэтому сейчас очень много людей смотрят за мной, за моим результатом, и люди идут на личность, на результат, на умение повести за собой. Да, есть тот факт, кому-то не нравится, что компания Armel молодая, но всегда хорошо приходить в компанию, которая только-только приходит и занимает место на рынке. Никому не интересно приходить на спаде. И сейчас именно происходит захват территории, скажем так, потому что 15 лет назад, 20 лет назад, когда компания Mary Kay только-только пришла в Россию, происходило то же самое. Почему национальный лидер Галя Киселёва номер один в Европе и России? Да потому что она первая пришла и первая начала развивать структуру. И, кстати, мне посчастливилось пообщаться с этой очень мудрой, очень умной женщиной. Я тоже для себя очень много почерпнула. И, кстати, в одном из разговоров она говорила, что она приводила в месяц по 14 человек. Так я могу сказать, что я уже побила этот рекорд. Я в октябре привела 23 человека, причём все они зашли на бизнес, а не на пользование продуктом. Это очень важно, когда люди приходят зарабатывать деньги, и они должны получить этот результат. А сейчас самое время получить этот результат. Города открыты. Есть интереснейший продукт, который пользуется спросом. Ещё раз повторюсь, это антикризисное предложение сегодня на нашем рынке. Если сейчас, смотря это видео, ты с чем-то была не согласна, ну, приведи факты, доводы, убеди меня, что это не так. Для этого есть комментарии под этим видео, для этого есть мой скайп, телефон. Я всегда открыта для общения и жду твоего звонка. Всем удачи! С вами была Олеся Селезнёва. До связи! Если вам понравилось просмотренное видео, ставь лайк и подписывайся на канал. Также, чтобы просмотреть другие интересные видео, кликайте по ссылке на экране.